Пособия на ребенка в Оренбургской области выплачиваются стабильно, поскольку целью их начисления является создание у семей с детьми чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Федеральные пособия на ребенка в Оренбургской области. Федеральные пособия выплачиваются семьям, проживающим по всей территории России, и никак не влияют на возможность оформления региональных выплат. На именование пособия сумма пособия по беременности и родом официально трудоустроенным 100% среднего оклада за предшествующие 24 месяца или в размере одного МРОД 7800 рублей, если доход был ниже МРОД или страховой стаж оказался менее 6 месяцев. Официально безработным, состоящим на учете в Центре занятости, уволенным в течение предшествующих 12 месяцев из-за ликвидации предприятия, прекращения деятельности ИП или банкротства фирмы 613 рублей 14 копеек в месяц. Студентам в размере стипендии. Неработающим не выплачивается. Единовременное пособие за постановку на учет в районной поликлинике или женской консультации, не позднее 12 акушерских недель беременности 613 рублей 14 копеек, выплачивается тем же категориям женщин, что получают пособия по беременности. И родам. Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350 рублей 33 копейки выплачивается на каждого ребенка в отдельности всем категориям граждан. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет официально трудоустроенным. И уволенным из-за ликвидации или банкротства фирмы 40% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, но не ниже минимального размера и не выше максимальной суммы 23 089 рублей 4 копейки. Неработающим безработным, студентам в минимальном размере 3065 рублей 69 копеек на первого ребенка, 6131 рубль 37 копеек на второго, третьего и последующих детей. Ежемесячная компенсация безработным матерям, уволенным во время пребывания в отпуске по уходу за малышом до трех лет из-за ликвидации компании 50 рублей. В некоторых регионах в размере одного мрот, если ребенок третий и последующий. Читайте также статью «Пособие по беременности и родам для безработных в 2020 году». Различные меры поддержки многодетных семей в Оренбургской области. Многодетные родители получают следующие меры поддержки со стороны властей области. Возмещение 30% затрат на ЖКУ в рамках социальных нормативов, не должно быть долгов за коммунальные услуги, билеты в театр и музей единожды в месяц без. Оплаты, получение школьной формы, социальная выплата на строительство дома или приобретение квартиры, проездной в общественном транспорте, зачисление ребенка в дол в первую очередь, медикаменты без оплаты для детей младше шести лет при. Наличие рецепта от врача. Региональный материнский капитал в Оренбургской области. Единожды на семью граждан РФ в Оренбургской области назначается материнский капитал в размере 116 866 рублей. Право на выплату возникает после рождения или усыновления третьего, четвертого и т.д. ребенка с 1 января 2011 года. Сперва необходимо получать сертификат на выплату, обратиться за ней можно сразу после появления в семье третьего ребенка. Потратить деньги можно будет на улучшение условий проживания, оплату обучения ребенка или его матери, улучшение бытовых условий, например, на покупку бытовой техники или подключение газа, воды. Причем получить деньги можно в разное время, в зависимости от цели их расходования, в любой момент при желании погасить ипотеку. Через два года при желании заплатить за образование ребенка, через три года, если деньги нужны на иные цели. Ежемесячные пособия на ребенка в Оренбургской области в приемных и опекунским семьях. Если родные родители на добровольных началах передают детей на воспитание третьим лицам, те не могут получать пособия на их содержание. Чтобы убедиться в том, что ребенок-сирота или дети без опеки родителей получают достойное содержание в замещающей семье, власти региона выплачивают приемным родителям и опекунам дополнительное пособие, назначаемое органами опеки. И попечительство. Оно выплачивается российским семьям каждый месяц до исполнения ребенку 16 или 18 лет при условии посещения школьных занятий. Величина пособия 5000 рублей на каждого принятого в семью ребенка. Помимо данной выплаты приемные родители, но не опекуны, могут рассчитывать на своеобразную зарплату от властей региона за воспитание ребенка. 5,5 тысяч рублей приемным родителям, 4,5 тысяч рублей патронажным родителям на каждого. Из детей 550 рублей приемным и 450 рублей патронажным родителям, надбавка за детей младше трех лет, за третьего и каждого последующего ребенка, за ребенка инвалида. После того, как дети-сироты и дети без попечения родителей перестают получать средства на содержание, они могут начать получать социальную пенсию в размере 3233 рублей 70 копеек в месяц после поступления в высшее учебное заведение на очную. Форму обучения. Едв на третьего ребенка и каждого из последующих детей в Оренбургской области. В регионе наблюдается низкий уровень рождаемости по сравнению со средним показателем по стране, а потому из федерального бюджета поступают средства на частичное финансирование специального пособия, призванного стимулировать семьи. К деторождению и усыновлению. Если в малоимущей семье, проживающей на территории области, родился или был усыновлен третий по счету ребенок, и каждый из последующих детей, позднее 1 января 2013 года, ей будет назначено пособие на его содержание в сумме 5398 рублей. Выплата будет производиться, пока малышу не исполнится 3 года. Условием предоставления средств является гражданство России всех членов семьи и проживание на постоянной основе в пределах Оренбургской области. Обратиться за пособием разрешается в любое время. Единовременное пособие при рождении сразу нескольких детей. Если в семье, зарегистрированной на территории Оренбургской области, родятся близнецы, или родители усыновят или возьмут под опеку сразу нескольких детей, они могут обратиться за разовой финансовой помощью в сумме 25 тысяч рублей из Расчета на каждого ребенка. Подать документы можно в течение 12 месяцев после появления в семье детей. Если доходы семьи, проживающей в Оренбургской области, не дотягивают до величины в 110% суммы регионального прожиточного минимума, ей полагается пособие на каждого из родных, усыновленных, взятых под опеку детей в возрасте до 16 лет, 18. Лет при посещении школьных занятий. Пособие выплачивается в размере 345 рублей на каждого несовершеннолетнего, 517 рублей 50 копеек на ребенка, чей отец служит по призыву или уклоняется от алиментных обязательств, 690 рублей на детей, воспитываемых матерью-одиночкой, 862 рублей 50 копеек на содержание детей от 1,5 до 3 лет. Какие документы нужны для оформления регионального пособия на ребенка в Оренбургской области? Для того, чтобы получать региональные выплаты на ребенка, необходимо обращаться в местное отделение органов социальной защиты населения, заранее подготовив следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о назначении. Детского пособия в свободной форме, паспорт РФ, ВНЖ, РВП для иностранцев и беженцев. ГУВМ, ВДРФ, справка о регистрации в регионе, подача заявления, паспортный стол, свидетельство о рождении и усыновлении ребенка, на которого оформляется. Пособия органы ЗАГС, свидетельство о рождении и усыновлении других детей, органы ЗАГС, свидетельство о рождении ребенка без записи об отце, или справка о внесении записи об отце со слов матери, для матерей-одиночек, органы ЗАГС, свидетельство. О заключении брака или расторжении брака при наличии, органы ЗАГС, справка о составе семьи, паспортный стол, больничный лист по беременности и родам, для оформления пособия по БИЭР, районная поликлиника или женская консультация, справка. О ранней постановке на учет в женской консультации, для оформления разовой выплаты за постановку на учет в ранние сроки. У наблюдающего беременность гинеколога справка о размере среднего заработка за последние два года бухгалтерия по месту. Работы ФНСРФ, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или без записи с последнего места работы, справка о постановке не учет в Центре занятости населения, для безработных, уволенных из-за ликвидации или банкротства фирмы, Центр занятости. Население, справка о неполучении пособия по безработице, пособия по безработице нельзя получать одновременно с детскими пособиями, Центр занятости населения, справка о том, что второй родитель не получал пособия УС, с места работы удостоверения. Многодетной семьи для многодетных родителей, УС-справки о ежемесячных доходах всех членов семьи для малоимущих семей, по месту работы, ФНСРФ, ПФР, ЦИС, по месту учебы справка о прохождении обучения в школе или университете, для школьников и студентов, по месту учебы заключения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности для детей-инвалидов, бюро М-справка об отсутствии места в ДОУ, для получения компенсации за отсутствие мест, детский сад по месту жительства. Справка о зачислении в детский сад и размере родительской платы, для получения компенсации части родительской платы, ДОУ договор о приеме ребенка на воспитание в приемную семью, для приемных родителей, органы опеки и попечительства свидетельства. О смерти или решении суда о признании человека пропавшим без вести для детей, потерявших родителя, органы ЗАГС, секретарь суда, ксерокопия банковского счета или сберегательной книжки, читайте также статью, перечень документов для оформления. Детского пособия в 2020 году Законодательные акты по теме Закон Оренбургской области от 2 ноября 2004 года Номер 1525-256 АЕОС о ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей указ губернатора Оренбургской области от 26 октября 2012 года, номер 721 УК о дополнительных мерах социальной поддержки семей В. Оренбургской области при одновременном рождении двух и более детей типичные ошибки. Ошибка Опекуны ребенка в возрасте 15 лет собираются оформлять региональное ежемесячное пособие на школьника, хотя и начисляется пособие на содержание сироты. Комментарий Региональное ежемесячное пособие не назначается одновременно с выплатой на содержание детей-сирот или детей без родительской опеки, переданных в замещающие семьи. Ошибка Вопрос номер 1. Можно ли обратиться за региональным ежемесячным пособием? Вопрос номер 2. Будут ли учтены пасынки и пачерицы при подсчете общего числа детей для выдачи удостоверения многодетной семьи в Оренбургской области? Ответ. Да, учтены будут родные дети, усыновленные, находящиеся под опекой, а также пачерицы и пасынки. Видео-советы. Какие пособия и выплаты на детей будут в 2020 году? В видео раскрывается информация, касающаяся пособий и выплат на детей в 2020 году, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, новое пособие на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!